Сергей Поминов – ведущий специалист горнозаводского отдела фонда содействия капремонта. В его ведении капитальные ремонты в Верхней и Нижней Салде и Горноуральском городском округе. Если в последнем 4 дома из 5 уже сданы, то в Салде ремонты в самом разгаре. Например, в доме номер 1 по улице 25 октября уже перешли к сантехническим работам. На Карла Липнихта 4 заканчивают кровлю. В обязанности Сергея Поминова, как представителя заказчика работ, входит обязательный контроль качества. У подрядчика есть гарантийные обязательства, это 5 лет. То есть, в принципе, если будут какие-то проблемы, то подрядчик будет обязан оперативно их устранить. Подрядчик работает, в принципе, замечания есть, но старается их устранять. По словам представителя фонда, подрядчики в Верхней Салде идут на компромиссы и устраняют замечания вовремя. Но скорости хотелось бы большей, ведь работа еще не в проворот, а времени осталось меньше 4 месяцев. Прошлись по домам, подрядные организации активно приступили к внутренним электромонтажным работам и к наружным кровельным работам. То есть, работа активно ведется по сравнению, как наблюдали за прошлые две недели. Маршрут рабочей группы традиционно завершился на адресе Крупской, 27. С момента последнего визита комиссии жители были намерены провести собрание, но оно так и не состоялось, как, собственно, и подрядчики не вернулись на объект. По Крупской, 27, задача стояла посмотреть ход текущих дел, подрядная организация приступила к работам или нет, потому что оснований невыполнения работы подрядной организации на сегодняшний момент нет. И собрание не состоялось, потому что не было кворума. По данным управляющей компании, кворума не было и на втором собрании, которое должно было состояться 11 марта в Малом зале администрации. Жильцы намерены собираться теперь в третий раз, составив собственную повестку, где будут спорные вопросы по объемам работ, которые их не устраивают, а также по вопросу продления срока капитального ремонта для дома 27 по улице Крупской. Мое мнение, что все-таки там надо ремонт делать. В принципе, это дом нормальный, то есть там перекрытие сейчас отремонтировали, дом, в принципе, такой крепкий дом, мне кажется, ремонтировать его надо, этот дом. Что решат собственники и решат ли вообще, пока неизвестно. Но позиция областного министерства энергетики и ЖКХ на ситуацию по Крупской отражена в ответе жильцам еще в ноябре прошлого года. Здесь черным по белому написано, дом находится в программе капремонтов только до 1 июля 2016 года.